всем привет ждем пока все подключатся всем привет рада быть на онлайн-встрече нова икра сегодня мы с вами поговорим про бизнес-партнерство со всевышним вот на такую тему ждем пока все подключатся всем привет всем шалом народ подключается всем шалом 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 всем марина саид вера всем шалом и так я хочу очень с вами поговорить про бизнес-партнерство со всевышним что это такое и почему выгодно брать себе в компаньоны всевышнего выгодно надежно во всех во всех планах и во всех смыслах этой фразы для начала я хочу рассказать вам небольшую историю которая была с ребе связанная с ребе однажды пришел к ребе один бизнесмен и начал у него он занимался тканями и начал спрашивать у ребе какие ткани лучше всего закупить что ребе посоветует что вот он сейчас хочет купить такой вид красного бархата как ребе думает что что нужно сделать и как лучше начать и тогда я бы сказал вау ты знаешь что возьми меня к себе в бизнес-партнеры и этот человек так треба сам ребе будет моим бизнес-партнером конечно рыба говорит ну с каким капиталом ты начинаешь давай я ведь тоже должен вложиться в наше дело и они действительно пополам разделили сумму для для стартового капитала бизнеса и рыба значит говорить но ты знаешь что если мы с тобой компаньоны то не я без тебя не решаю ничего не ты без меня ничего не решаешь только мы вдвоем решаем как поступить со сложившейся не за ситуацией с бизнесом и так далее хорошо да они договорились вот и значит ребе посоветовал рыба говорит ему сейчас скупляй красный бархат везде везде где ты только можешь добраться на всех заводах во всех лавках неважно сколько это стоит скупай именно вот эту ткань вот этот бархат красный но этот человек хорошо ребе сказал значит надо делать действительно ездит по соседние гора в соседние города в дальние просит всех в общем покупает покупает видит денег не хватает думает возьму еще кредит ребе же сказал надо покупать этот красный бархат и и взял кредит еще на 10 тысяч долларов и покупает себе этот красный бархат ну уже во всех ближайших городах скупил уже все уже кучу кучу это красного бархата весь склад забит он приходит к ребе говорит да ребе я я скупил что делать дальше продавать шалом и ребе говорит нет пока что не продавай жди тот говорит хорошо ребе говорит если где-то увидишь еще такой красный бархат то может покупать он горит хорошо и так вот ждет и видит что цены на этот красный бархат падают что он действительно падает в цене и он думает вай 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 ребе же не понимает в тканях зачем я вообще послушался ребе зачем я скупил кучу этой ткани она сейчас испортится в этих складах не дай бог сырость начал уже ругаться на ребе начал уже сомневаться приходит к ребе и говорит ребе у меня есть возможность хотя бы вернуть 75 процентов денег зачем я вообще послушался можно сейчас продавать ребе говорит нет не продавай подожди он говорит ну куда подожди вы не видите как цена катится но вы же не понимаете ничего в этом бархате в этих тканях а я знаю падает цена надо надо срочно продавать ребе говорит подожди не продавай тут ой окей где-то раз в пару дней он название волры бы и говорил ему ребе пожалуйста можно сейчас продать бархат пожалуйста ребе говорил ему нет держись и он так где-то недель недели две очень-очень сильно трезвонил к ребе и тут он видит цена на красный бархат начинает расти и уже даже возросла до того что он может сто процентов стоимости вернуть себе и он звонит ребе говорит ребе можно уже наконец продать этот красный бархат начать продавать ребе говорит нет еще рано не спешит он говорит да вы мне уже все нервы проели я хочу продать я хочу вернуть деньги и можно понять этого еврея он вложил все свои деньги в этот красный бархат тот резко опускался в цене наконец-то начал подниматься и понятное дело он хочет его скорее скорее продать, но Рэба говорит, нет, и тут цена на этот красный бархат возросла больше, чем в 4 раза, потому что этот красный бархат был в этих городах и в соседних ближайших только у этого человека, и он стал, грубо говоря, монополистом, только у него был этот вид ткани, этот красный бархат, и все просто говорили ему, продай, пожалуйста, продай, и тогда Рэба позвонил сам ему и говорит, начинай продавать, и тот начал действительно продавать, и он видит, вау, мы в 5 раз больше заработали денег, он приходит к Рэбе с его суммой, честно заработанной, так как они компаньоны, и говорит, спасибо, Рэбе, вот ваша часть, вот мы заработали, ну что следующее, и Рэбе сказал, не-не-не, я с таким компаньоном бизнес больше не буду иметь, если бы ты мне доверял, тогда бы что-то получилось, да, вот такая вот история о том, как если ты являешься бизнес-партнёром и компаньоном, то в первую очередь твой компаньон и ты должны друг другу доверять, теперь, если мы с вами берём к себе в бизнес, в работу, в жизнь, в партнёры Всевышнего, самого Царя Вселенной, нашего Папу, мы Творца берём к себе в компаньоны, мы живём с ним, если мы берём его к себе, мы целиком полностью должны ему доверять, если сейчас так, хорошо, я принимаю всё с любовью, я знаю, что всё, что Всевышний нам даёт, это только от любви, это только с любовью, да, если мы сейчас продумаем каждый момент, каждый шаг в нашей жизни, и то, где мы сейчас, реально за всё можно только благодарить Всевышнего, и всё не просто так, и теперь, если мы идём с вами со Всевышним, исполняем его заповеди и стараемся жить по Торе, то тогда, без сомнения, у нас самый лучший компаньон во всём мире, поэтому я желаю каждому из нас в компаньоны, самого Творца Вселенной, потому что только с ним можно всё в этом мире, я желаю каждому-каждому побед, богатства, здоровья и во всём, во всём успех. Спасибо всем большое за встречу, хорошего вечера. Виктория, Галина, Елена, Анна, Наталья, Ира, всем спасибо, пока-пока.